Как сами видите, это пресловутая гидрозасуха коснулась и наших озер. В частности, мы сегодня находимся на озере Чаир. Зеркало озера составляет в полноводные годы 15 гектаров. На сегодняшний день, сами видите, уже уровень воды упал где-то на метр, метр двадцать. И где-то общее зеркало сегодня составляет в пределах двенадцати гектаров. Озеро держалось за счет выпавших весной осадков, но начиная с мая месяца, как таковых, больше осадков не было. Существенно таких серьезных, чтобы была наполняемость озера. Плюс, к тому же, мы наблюдаем, что буквально последний месяц пересохли речки, подпитывающие озеро. Думаем, что также, которые роднички бьют со дна озера, они тоже, наверное, иссякли. Поэтому, если будет в дальнейшем не будет осадка, мы не знаем, что будет. Ну, благодаря тому, что были предприняты некоторые меры весной, наше озеро еще находится в удовлетворительном состоянии. Так что скажу, что в хорошем, отлично, но в удовлетворительном состоянии еще находится. Чем чревато это в дальнейшем? Это приведет к нехватке кислорода, к цветению водорослей, которые потребляет тот же кислород, который потребляет рыба. И плюс, к тому же, водоросли выделяют очень много углекислого газа. Опять же, это очень вредно для рыбы. Перемену нужна воды. Водоворот должен быть, и в выпадающие осадки доставляют кислород. И в то же время рыба сама, за счет этого кислорода, рыба может выжить еще. Но если дождей не будет, то может произойти массовая гибель рыбы. Весной мы провели дезинфекцию озера. Было потрачено 2,5 тонны известий. Это за счет этого рыба, как бы, у нас не было гибели рыбы. Ну, там порядка 50 килограмм, это считается нормой. В отличие от соседних сел, где погибло потонь и больше рыбы. Сейчас, в дальнейшем, буквально в конце сентября, начали актермы. Мы, наверное, проведем еще одну половинчатую дезинфекцию. Опять известий. Это уже даст какой-то эффект. Озеро дезинфицируется. Эти микробы вредные. Водоросли они прекращают свое существование. И за счет рыбы достается больше кислорода. Это еще спасибо, что ветра нет большой. Если был сильный ветер, это идет перемешение ела. Жабры рыбы забиваются. И за счет этого рыба не может дышать, и она погибает. Уровень воды обычно мы всегда определяли по шахте. Сливной шахте, которая построена для того, чтобы если уровень воды превышает, она через шахту переливается. Не наносит ущерб дамбе, а переливаться через шахт. А вот там видно прекрасно, что вода ушла на метр двадцать. Вот отверх. И вот с самой верхней точки, вот уже метр-метр двадцать где-то ушла вода. Это можно сказать, что по всем зеркалам озера вода ушла на метр, больше метра. Ну, в принципе, у нас еще, как бы, мы еще можем этот тяжелый период пройти. У нас середина озера, где-то вот здесь у нас позволяет еще рыбе перезимовать хорошо. Тут где-то метр-метр семьдесят еще уровень воды еще у нас держится. Не говорю уже про озеро Язакай, там катастрофа у нас, в общем. Там было мало дождей. Сейчас, на сегодняшний день, там уровень один сантиметров сорок. Это чревато тем, что зимой, может, если будет суровая зима, то рыба может погнуть. В озере Язакай рыба находится, скажем так, по биологическому анабиозному состоянию. То есть она не движется почти, не питается, так как очень маленький уровень воды. И при резком падении кислорода в составе воды, рыба падает, можно сказать, в полуспячку. Это, по наблюдениям рыбаков, клюв прекратился абсолютно совсем. Это уже первый предвестник того, что рыба не пытается, просто падает, как бы, в полусостояние спячки. Но это еще очень рано, как раз в этот период у рыбы происходит жор. Это в переводе, что означает, что рыба усиленно питается перед зимой. Там этого не наблюдается. Если здесь еще рыба, как бы, двигается активно на озере Язакай. Сам обратил внимание, что там движения почти нет никакого. Нет всплеска рыбы, малька, всплеска нет. По словам рыбаков, здесь еще идет хороший, как бы, интенсивный клев начался буквально на прошлой неделе уже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова